Всем привет-привет! И с вами снова Ольга Новикова. В этом видео я покажу несколько вариантов предновогоднего декора для вашего дома. И начнем мы с необычной композиции вот в такой трехлитровой банке. И нам понадобится банка, машинка, елочка, леска, ваты, спрей-ини и вот такая красивая ажурная лента. Для того, чтобы создать вот такой красивый слой иния внутри банки, вам нужно воспользоваться спрей-иней. Мы его взбалтываем, но чтобы сделать красивое вот такое ровное наложение, потренируйтесь на простом стакане и уже переходите к декору банки. Как только у вас получится делать все ровно и красиво, переходите уже к оформлению банки. У меня она уже готова, и мы будем уже декорировать ее. Чтобы вата была не грубая, а оказалась красивым пушистым снегом и вихрем завивалась в банке, нужно вот так кусочками ее отправлять вниз и будем придавать нам снежную дорогу. А теперь отправляем наш красивый автомобиль в эту банку. Сделаем красивый летящий снежок. Внутри нашей банки берем кусочки ваты и начинаем их вот так вот собирать в такие хлопья, в снежные хлопья. Ну а теперь берем леску. Леска у меня очень тоненькая для того, чтобы ее не было видно в банке. На кончик наносим клей и приклеиваем ватку и отрезаем. Берем наш снежок и приклеиваем прям к крышке. И опускаем. И вот наш снег. Ну а теперь нам остается сделать красивое декорирование края банки. Давайте приступим. Ну а теперь, чтобы яркой крышкой не была, остается делом за малым. Давайте спреем и нем, ее попшикаем. Такая необычная банка с мини-историей зимы украсит, наверное, каждый подоконник в каждом доме. Делайте и дарите себе новогоднее настроение. А сейчас мы приступаем к созданию следующего декора. Ну а сейчас вы увидите создание необычной картины с использованием обычных веточек березы. И шишек. Для картины нам понадобится, конечно же, рамка, а также краски, кисточки. И будем нарезать веточки. Берем, отламываем шишку. Одна часть будет цветочком, а другая шишка будет у нас, например, как закрытый цветок. И в нашей картине будет два вида цветов. Берем веточку березы и отрезаем кончики. Это будут наши стволы, либо веточки. Шишки мы уже покрасили. Начинаем приклеивать. И начинаем приклеивать. Цветочки. После того, как мы выставили ножки у цветов, выкладываем теперь цветочки. Вот так легко и оригинально можно сделать декор для вашей квартиры. И повесить ее на стену. А возможно, подарить вашим близким и родным. Ну что, приступаем к следующему декору. Ну а сейчас я покажу вам, как красиво украсить к Новому году ваш кухонный стол. И для этого мы будем использовать вот такие баночки 0,7 литра. Будем использовать зефир, пастилу и мармелад. А также искусственные цветы, которые я заранее покрасила. Краской, спреем, белый цвет. А также я покрасила крышки. И сейчас покажу, как сделать легко и просто красивый декор для вашей кухни. Берем крышку. Примеряем цветы. И начинаем их клеить. Держим до полного высыхания. Можно нанести клей между цветками. Держим, сушим и закрываем нашу красивую банку. Вот такие необычные баночки со сладостями вы можете сделать сами дома и украсить ими вашу кухню. Делайте и создавайте себе самое необычное, волшебное предновогоднее настроение. Если вам понравилось наше видео, поставьте лайк, а это палец кверху. Не забудьте подписаться на наш канал и ждите следующих видеороликов. До встречи. Пока-пока.